Приветствую вас. Смотрите, на ваш вопрос можно дать в целом два ответа с точки зрения вас и с точки зрения машины. К сожалению, ни один ответ не является стопроцентным, потому что слишком мало информации. Даже если человек просто, ну, просто, допустим, коллега, вам, то все равно, несмотря на то, что он коллега, как бы важен контекст, важен контекст, в котором он задаёт этот вопрос. Без контекста вся эта ситуация выглядит просто такой очень сухой. Вот. Все человеческое общение всегда состоит из контекста. Вот. И именно на контекст, именно на контекст, нужно обратить самую вот вашу пристанную базу. Значит, смотрите, с точки зрения вас, да, вот именно с точки зрения вас, Ситуация выглядит так, что вы не до конца выражаете человеку свою позицию относительно, относительно, ну, относительно себя, что их ваши отношения, да, они условно, ну, не такие явные. Вот. То есть, ваши отношения, они, как будто бы в них много неопределенности. Вот. То есть, вы не выражаете человеку полностью свою позицию. Вот. И человек не очень понимает, в каком контексте у вас идёт взаимодействие. А, совершенно не обязательно, совершенно не обязательно то, что вы в этом как-то ответственны, то есть, может быть, мужчина сам не до конца что-то понимает. Вот. Но, ситуация заключается в том, что вот именно неопределенность давлеет на дни. Именно, именно неопределенность давлеет на мужчины, и поэтому он задаёт такие вопросы. И, на самом деле, на самом деле, ага, здесь момент такой, достаточно всеобъемлющий. То есть, всеобъемлющий момент, потому что причины, по которым у вас может быть подобно, да, очень разные. Двойственность, двусмысленность, что-то ещё. Но здесь неопределенность. Вот. И неопределенность, она, к сожалению, вот чувствуется, она ощущается достаточно сильно. Таким образом, вам, вероятно, здесь желательно более явно себя проявить. Причём, как позитивные чувства проявить, так и негативные чувства проявить тоже. Если они есть у вас, если у вас есть эти чувства, вот. То есть, я имею ввиду, если вы испытываете какие-то чувства к мужчине, вот, то можно их проявить и нужно, чтобы человек понял, кто вы, какая вы и так далее. И если у вас нет никаких чувств, то есть, по сути, если вам нечего дать мужчине, то это желательно тоже проявить, чтобы человек, ну, как минимум, не ждал от вас чего-то, да, чтобы человек, как минимум, не ждал от вас каких-то действий, и чтобы, ну, чтобы хотя бы для него самого, вот, чтобы для него самого всё было предельно ясно. Скажем так. Вот. Теперь. Если говорить про мужчину, если вот чисто про него говорить, то мужчина боится близости. То есть, не обязательно у него есть какой-то интерес к вам сразу, да? То есть, не обязательно он выделяет вас, не обязательно он вас выделяет среди других женщин. Вот. Но, совершенно очевидно, что он боится близости, что он, ну, он нуждается, он нуждается в близости. В том числе, и он нуждается в близости с женщиной. Ну, вот. И, соответственно, поэтому он так себя ведёт. То есть, это позиция человека, который хочет чего-то, но который боится это проявить. То есть, хочет сблизиться он хочет, но боится. Вот. Боится сближения. Вот. Связано это с тем, как правило, связано это, как правило, с тем, что человек имел не самый лучший опыт. Эээ, в своей жизни. Вот. Что есть, не самый лучший опыт, эээ, отношений. Отношения для такого человека есть боль. Отношения для такого человека есть, эээ, негатив. Отношения для такого человека есть тяжёлая тяжесть. Вот. Но это не мешает, тем не менее, ээээ, ну, машине, эээ, стремиться, эээ, к этому. Эээ, вызывает вопросы, эээ, некоторые вопросы вызывают его статус. Эээ, то есть, эээ, когда вы говорите, что человек, эээ, коллега, друг, то это, по большому счёту, по большому счёту, это, эээ, взаимоисключающие понятия. Вот. Потому что, эээ, мужчина, эээ, не может быть другом и коллегой. Коллега не может быть другом. А друг не может быть коллегой. То есть, если вы хорошо общаетесь, если вы хорошо взаимодействуете, это не значит, что мужчина вам друг. Потому что, дружба проявляется, эээ, в некоммерческих отношениях. А, вы можете, эээ, сказать, что если между вами прекратятся коммерческие отношения, вы останетесь друзьями? Ну, я вот, ээээ, ну, я не уверен, что это так. Я не уверен, что вы можете быть в этом, в этом, ну, что вы можете наверняка, наверняка сказать. Эээ, что, если... ээээээ, вы не будете вместе работать, то, эээээ, ну, мы, ну, то мужчина останется с вами вот, в такой... дружеской атмосфере отношений. Вот. Вот, в принципе, такой момент, который я хотел бы до вас донести. Я не думаю и не жду, что проблема решится прямо сейчас. Да, я не жду этого, но я думаю, что как минимум вам желательно бы над этими вещами подумать. То есть, я думаю, что вы сами создали эту ситуацию. То есть, я думаю, что это очень важно, чтобы вы свою ответственность в этой ситуации то есть, чтобы вы осознавали свою ответственность в этой ситуации. Чтобы у вас не было ощущения, что всё зависит и всё связано только с вашим, ну, коллегой. Вот. Это было бы не совсем справедливо. Вот. Таким может быть ответ на ваш вопрос. Если вы, например, захотите делать первые шаги по отношению к мужчине. Если вы хотите проявлять инициативу, скажем так, если вам хочется проявить инициативу, то я сразу хотел бы предупредить, что, возможно, инициативу придётся проявлять всё время. То есть, вы будете подталкивать мужчину, тем самым снимая уже с него ответственность за его поступки и за его действия. И он к этому, ну, довольно быстро может привыкнуть. Вот. И вам это имеет риск выйти боку. Вот. Поэтому здесь нужно аккуратнее. Здесь нужно аккуратнее, именно потому что, ну, чтобы вы сами не постреляли. Ну, вот. То есть, я так думаю, что, скорее всего, вы к нему тоже испытываете какую-то фантазию. Ну, вот. Если это так, если это действительно так, то имеет смысл, конечно, в первую очередь себя обезопасить. Вот. Вот. Самое всё. Кроме вас, делать это больше никто не будет. Вот. Да, больная тема для мужчины, конечно же, это тема измен и ревности. Вот. Это очевидно, совершенно. Вот. То есть, если вы, допустим, согласитесь, ну, если вы согласитесь или если вы будете с ним в отношениях, то готовьтесь к тому, что тема его неуверенности в себе будет проявляться. И проявляться будет достаточно сильно. Вот. И здесь, в данном контексте, безусловно, хочется выразить согласие с коллегой Александром Михайловичем, который сказал, что это перенос, это, ну, это действительно так, действительно мужчина видит только то, что хочет видеть, что он видит, ну, свои проблемы. Вот. Поэтому ни в коем случае здесь не стоит воспринимать на свой счёт какие-то его, ну, какие-то его высказывания, какие-то его желания даже, какие-то его изречения, оценочные суждения на свой счёт. Ну, и уступать. Ему, конечно, как бы тоже не стоит, потому что если вы уступите ему даже один раз, если вы уступите ему, то ситуация будет крайне плачевной. Вот. Потому что он будет требовать от вас, ну, всё больше и больше просто. Вот. Вот. Вот примерно так я могу ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Если у вас дополнительные вопросы остались, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего вам самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится, а вы всё-таки более подробно раскроете свою ситуацию. Люди, удачи. Продолжение следует...